Привет, ребята! Вы находитесь на канале Hack'n Trip. Меня зовут Руслан, снимает меня Юля. И сегодня у нас очень коротко главные новости из нашей походной жизни, а также некоторые интересные новости снаряжения. Первая новость. Нам, наконец, прислали заплатки из Дай Нимы для нашей палатки. Если вы не знали, то в нашем последнем большом походе по Ликийской тропе милый пёсик, чтобы его решил, что наша палатка самая вкусная, что можно найти в округе и пожевал её нам назло. Я клянусь, он знал, что делает. После переписки с производителем мы сошлись на том, что лучше будет прислать заплатки. Я всё замерил и очень удивился, что прислали они их абсолютно бесплатно. Если хотите, сделаем видео, как их правильно клеить. Мне только не нравится эта подозрительная складка, словно неудачно резали канцелярским ножом с обратной стороны. Другая новость тоже связана с нашей палаткой. Компания Bonfus не так давно анонсировала и уже выпускает новую версию палатки Duos, которая претерпела важные изменения. Первое, что мы, конечно, заметили – тамбур. Наконец-то закрывается на молнию. Так что риск раскрытия тамбура при сильном ветре снижается до нуля. Ну почему нельзя было так сделать с самого начала? Обидно. Следующее заметное изменение – они сделали дно из силиконки для более компактного складывания. Явно на манер палатки от бренда Durstan X-Mid Pro. Но лично мне это решение не нравится. Водостойкость меньше, прочность тоже, значит придётся ещё футпринт с собой брать, что утяжеляет общий вес. Не знаю, а вы как думаете? Ну и то, что мне понравилось – обе части тамбура крепятся теперь на разных стяжках. То есть вход теперь можно открывать с любой стороны. Полный вес без кольев с DSF 0.75 – 712 граммов. Плюс-минус, примерно как старая версия. И стоит это уже приличных 740 евро. Цена всё растёт. Теперь немного о походах. Мы обычно начинаем сезон с мая, когда теплеет. Но так как в горах всё ещё холодно и часто снег, мы идём в поход, например, по лесу. В прошлом году у нас был небольшой поход по специальным трекинговым лагерям в лесу Фальц, Германия. У нас есть красивое видео для тех, кто любит леса. В этом же году мы снова решили попытать счастье забронировать места в такие же трекинговые лагеря, но в более знаменитом Шварцвальде. И потерпели фиаско. Бронирование открывалось 15 марта. И даже зайдя на сайт бронирования в 7 утра, обнаружили, что все нормальные дни, смежные с праздниками, уже были забронированы. Ну, ничего удивительно, но всё же очень бесит. Так что разрабатываем теперь альтернативный маршрут где-нибудь в других лесах Германии, чтобы ехать недалеко. Просто не очень хочется оставаться в кемпингах или дикарями шкериться по кустам ночью. В общем, если знаете интересные места, делитесь в комментариях. И в продолжении о походах нас часто спрашивали, куда мы планируем отправиться в этом году. И мы пока наметили как основную идею Швейцарию, а конкретно Волкерс-Хауте-Руте. Мы уже рассказывали о маршруте как-то вот в этом видео, но повторимся, что проходит он от Шамани, Франция, до Цермат в Швейцарии, откуда отлично видно знаменитую гору Маттернхорн, что на шоколадке Таблероны. Поход явно предстоит быть непростым, так как даже официально, то есть от хижины к хижине, общий набор высоты за 13 дней 17500 метров. Но так как мы еще идем с палаткой, придется спускаться к кемпингам, что несколько усложняет и логистику, и прохождение тропы. С другой стороны, насколько же там красиво. Что ни день, то какие-то невероятные виды. Мощные ледники, голубые горные озера, окруженные суровыми острыми скалами всевозможных форм и размеров. Все настолько громадное и эпичное, что легко ощутить себя пылинкой. Мы давно продолжительно не ходили по Альпам, так что немного даже соскучились по тем местам. Ведь мы проходили Монблан, и тот трек даже немного пересекается в части Швейцарии. Будет прикольно вернуться в те же места. Было бы классно к тому времени приобрести более легкоходный рюкзак, но пока этого не случилось. И пора уже сейчас начать бегать и тренироваться более усердно, потому что превозмогать точно придется во всю мощь. Сорян, колени, вас ждет тяжкая работа. И самую вкусную новость мы оставили напоследок. Ребята из украинской фирмы Rockfront выпустили, как утверждается на сайте, самую легкую четырехсезонную спальную систему в мире. Интересная конструкция состоит из трех основных компонентов, которые могут комбинироваться в различных вариантах в зависимости от сезона. Первая это простыня, которая крепится непосредственно к коврику и частично используется как подушка. Далее спальник Cube UL Bag для межсезонья, рассчитанный на температуру 0,5 градусов. Спальник анатомической формы с регулируемым капюшоном, защитой молнии для сохранения тепла. Молнию они сделали не до самого конца, как раньше, значит экономия веса. В общем, обычный нормальный спальник. Третья составляющая это Cube UL Quilt. Он рассчитан на более теплые ночи, минус 5 и плюс 10. Вот тут как раз простыня раскрывается в полную силу, так как Quilt полностью изолируется, пристегиваясь молнией к простыне. Можно еще и проветривать с разных сторон, открывая немного молнию. Ну и совмещая простыню, спальник и Quilt, вы получаете решение для холодного времени на минус 10, минус 15 градусов. И при этом все совместимо и не нужно покупать все по отдельности. Определенная экономия, так как не нужно брать три разных спальника. Puh используется 870 плюс Fill Power, что очень и очень неплохо. В моем Quilt и Cumulus используют 850 плюс. Вес спальника от 470 граммов до 680 граммов в зависимости от размера. Вес квилта 415 граммов. Вес простыни 115 граммов. Чехла 30 граммов. Общий вес системы от 1030 граммов до 1240. Пока решение очень интригует и хотелось бы попробовать его на практике. Пожмякать, проверить, потестировать. В общем посмотрим, что нам уготовит будущее. А пока ребятам удачи, а вам на подумать. Сейчас на сайте компании как раз скидки на предзаказ. Какая новость вам понравилась больше всего? Пишите в комментарии, обязательно лайкните видео. YouTube это любит, чтобы больше людей посмотрело. И если вы хотите помочь каналу, мы оставили в описании ссылочку, где вы сможете немножко задонатить, если желаете, разумеется. И как обычно, подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. И поставь все уведомления на колокольчики. Ну поставь, серьезно, это не сложно. А нам очень важно. До новых троп. Субтитры сделал DimaTorzok